Позвольте представиться, меня зовут Алия Шарипаева, я являюсь PR-менеджером ОРГО, Ассоциация развития гражданского общества, казахстанская организация, которая объединяет эту сеть казахстанских организаций гражданского общества. И наша задача это содействовать развитию гражданского общества через объединение усилий и мобилизацию ресурсов правительственных, государственных, коммерческих и международных организаций. И также одна из наших задач является повышение потенциала общественных организаций, усиление их укрепления. Поэтому мы запускаем нашу серию вебинаров, посвященную организационному развитию. Сегодня у нас будет первая вводная лекция, и после этого с интервалом приблизительно в две недели мы проведем еще шесть лекций по каждой из сфер организационного развития. Сегодня у нас лекцию читает Эркина Убышева, это глава Общественного фонда гражданского участия Кыргызстана. Она очень опытный тренер, эксперт в области развития общественных организаций, мониторинга и оценки проектов программ, разработки, исследований. И Елена Чикрыгина, это специалист по организационному развитию программы «Развитие через региональное сотрудничество». Это трехгазичный проект, который реализует ОЦПГО в Кыргызстане, организация ФИДАКОР в Таджикистане и Кузлорзинской области «Поддержка инициативы». Поэтому сейчас я, наверное, передам слово Эркине Убышевой. Добрый день, уважаемые коллеги, рада вас всех видеть. Большинство из вас я знаю, поэтому это вдвойне интереснее увидеть вас хотя бы в виртуальном пространстве. Начнем тогда наш вебинар. Это вводный курс, это так называемое деловое знакомство с новым подходом в управлении неправедственных организаций, которое называется «Организационное развитие». И наша тема – это «Организационное развитие в неправительственных организациях». Я являюсь директором Общественного фонда гражданского участия, работаю в неправительственном секторе более 18 лет. По образованию я историк, но так как уже в конце 90-х эта профессия, скажем, эта специальность была неактуальна, я стала магистром бизнес-администрирования. Я хотела бы сказать следующее, что, по сути, я не являюсь специалистом в сфере психологии, антропологии или социологии. Я даже не сертифицированный консультант в области организационного развития. Но я взяла на себя смелость поделиться с вами личным опытом, опытом внедрения подхода в управлении собственной организацией, в которой я сейчас работаю, и в управлении Ассоциацией Центров поддержки гражданского общества, где я раньше работала, и опытом в продвижении этого подхода, который называется «Организационное развитие». И я хотела бы начать с того, что почему, в общем-то, я обратилась к организационному развитию. Сам этот подход, он, с одной стороны, продвигался, конечно же, донорским сообществом. Вспомним, начало 2000-х годов, Counterpart International, ряд европейских организаций, таких как Denchurch, ICA и многие другие, они пытались внедрить организационное развитие с целью укрепления своих партнеров и грантополучателей. Но, с другой стороны, большинство организаций, которые были зарегистрированы, впрочем, как и Ассоциация ЦПГО, в конце 90-х, начало 20-х, где-то через лет буквально 7-10 практически многие организации столкнулись, ну, скажем так, с серьезными внутриорганизационными кризисами. Причины были разные. Это и несменяемость лидерства, скажем, да, проблемы лидерства, и синдром учредителя, так называемый. Это и уход основного штата, это и, ну, как бы, развитие членства в организациях, где очень трудно продвигалась работа вообще с развитием членства, да. Это и проблемы финансовой и организационной устойчивости. И, в общем-то, наверное, эта проблема и коснулась нашей организации, Ассоциация ЦПГО. Но, когда мы занимались рефлексией, мы собирались несколько лидеров НПО и обсуждали проблемы, которые возникали в наших организациях, мы начали с вопроса общего, то есть глобального. Что есть неправительственные организации, что есть гражданское общество в Кыргызстане, кто есть мы, какие функции осуществляют неправительственные организации, в чем, собственно, смысл, почему мы в этом секторе. И, знаете, анализ получился у меня следующий. Скажем, определенная функция, которую исполняет неправительственный сектор. К примеру, оказание социальных услуг. Эти же услуги оказываются муниципальными организациями, государственными организациями. И вопрос, в чем разница, собственно, да. И я получила ответ. Разница в подходах. Потому что человек, который обращается за услугами, мы относимся по-другому. То есть в государственном учреждении он просто пассивный получатель услуги. Мы рассматриваем его с точки зрения, как бы, вовлечения в сам процесс оказания услуги. И таким образом мы вообще, как бы, меняем отношение человека. То есть для нас важнее даже, оказывается, не предоставление самой услуги, а те изменения, которые происходят в человеке. То есть благодаря услугам, которые оказываются, не важно, в кризисном центре или, скажем, в юридической клинике, да, в правовой юридической клинике. Это не важно. Главное, что человек, он меняется, и он переходит на более активную жизненную позицию. То есть мы прививаем, во-первых, ответственность, что человек становится более ответственным за себя и за свою судьбу. И, более того, человек становится на более, скажем, уже другую позицию. Если это вначале была активная жизненная позиция, то он переходит на, скажем, позицию уже гражданскую. То есть он начинает нести ответственность за сообщество, где он живет, за, собственно, благополучие и здоровье территорий, на которой он находится, живет и работает. И, в общем, в целом страны. И я поняла, что этот подход, он другой. То есть мы фокусируемся на человеке. Скажем, другая функция, которую очень многие НПО, в принципе, в качестве услуг или своих направлений деятельности осуществляют. Это формирование альтернативного общественного мнения. Не важно, это проблема экологическая, либо это проблема доступа, в общем-то, к информации, к избирательной информации и так далее. Важно, что мы формируем альтернативное мнение и мы формируем отношение терпимости у общественности по отношению к многообразию. И вот у меня появились такие вопросы. НПО играет очень большую роль, демократизирующую роль в государстве. Но у меня возник диссонанс, потому что, а как управляются НПО изнутри? Впрочем, вы знаете, когда создавались организации, скажем, сразу после развала Советского Союза, ведь стиль у нас оставался практически такой же. И даже когда я управляла организацией в начале 2000-х годов, это был авторитарный стиль. И я понимала, что это диссонанс, потому что у меня началось такое внутреннее раздвоение, потому что, с одной стороны, мы требуем, вернее, продвигаем демократические ценности. Мы пытаемся развивать политическую социализацию граждан, мы говорим о гражданском достоинстве, но при этом внутри у нас отсутствие внутренней демократии внутри организации. И это как-то начало меня очень сильно волновать. И я поняла, что, наверное, так нельзя дальше работать. И, собственно, в этот период и появились различные такие подходы к развитию НПО. И мне очень, наверное, повезло, что у нас был замечательный консультант Элизабет Камоли, Counterpart International, которая, собственно, рассказала о новых подходах в управлении бизнес-компаниях. Это организационное развитие. Я позже буду об этом рассказывать, но я просто к тому, что почему вдруг я стала интересоваться этим вопросом. Это был просто личный такой шкурный вопрос по тому, как, скажем, внедрить вот эти стандарты управления, демократического управления внутри организации. Потому что на тот момент я не обладала навыками, скажем, стратегического планирования, да, или навыками, там, скажем, групповой динамики, как фасилитировать процессы и так далее. И в этом смысле, как бы, мне вот эти первые тренинги Counterpart, они очень помогли для того, чтобы осознать, что если мы что-то продвигаем в обществе, мы должны и осуществлять то же самое в своей собственной организации. Я помню, что в 90-х годах как-то моя коллега из России, она говорила, когда ей задали вопрос, почему ты в этом секторе, вообще в неправительственном секторе. Она говорит, ну, для меня, говорит, НПО, это, наверное, ну, это та среда, где я могу отработать, ну, как бы, демократию. То есть это то, где действительно, может быть, ее в стране и нет, но я могу на одной организации посмотреть, как это все работает, как это возможно, в принципе. Потому что мы проводили ряд диагностик, скажем, в организации. Да, мы проповедуем многообразие, скажем, да, но при этом мы абсолютно мононациональные в организациях. Мы гендерно несбалансированы, мы несбалансированы по возрасту. То есть очень много то, что мы продвигаем, но при этом нет в собственных наших организациях. И поэтому я обратилась вот к этой новой концепции, концепции организационного развития. Сейчас очень большой интерес в Кыргызстане, я думаю, в Центральной Азии к этому подходу. И многие доноры в настоящее время реализуют эти программы. В настоящее время ОРГО в Казахстане реализует такую программу. В Кыргызстане это ассоциация центров поддержки гражданского общества и наша организация, фонд гражданского участия. И в этом помогает американская организация, институт, сейчас скажу, ИВМИ, это ИСТВЭС Менеджмент Институт. Они реализуют программы по укреплению гражданского общества в Кыргызстане. И ОРГО реализует программы по укреплению гражданского общества в Центральной Азии. Эти программы сейчас оказывают на самом деле очень большую поддержку неправительственным организациям именно в области организационного развития. Но я буду далее рассказывать, очень важно для того, чтобы руководители понимали концепцию организационного развития. И тогда сама техническая поддержка, помощь со стороны ОРГО и со стороны, скажем, организаций в Кыргызстане, она будет более понятной, наверное, и она будет более востребованной. Сейчас, в настоящее время в Кыргызстане, практически все организации сталкиваются с проблемами финансовой и организационной устойчивости. Это связано, в частности, в нашей стране с кризисом экономики. Это связано, наверное, с тужением политического пространства для деятельности неправительственных организаций. У нас несистемные взаимодействия между НПО и властью, несмотря на то, что у нас в настоящее время пока благоприятная нормативно-правовая база для функционирования неправительственных организаций. И все эти вопросы, конечно, они волнуют лидеров НПО. В данный момент в Кыргызстане у нас зарегистрировано более 10 тысяч НПО. Мы проводили исследования, 30% из 10 тысяч НПО они работают. И получается, что у нас примерно одна неправительственная организация на полторы тысячи человек. Много это или мало? С одной стороны, конечно, мы говорим, да, у нас положительная динамика роста неправительственных организаций. С другой стороны, мне коллеги из России рассказывали, когда они были в Финляндии. Финляндия – это такое же население, 5-миллионное население, как в Кыргызстане, но там количество НПО около 140 тысяч, что в 10 раз превышает численность в Кыргызстане. И что самое интересное, численность членов организации в 3 раза превышает численность населения. То есть, по сути, каждый гражданин этой страны является либо попечителем, либо волонтером, либо членом какой-то организации, причем не в одной, а в трех, четырех или пяти организациях. И мы, естественно, задумываемся, а почему вот в развитых странах таким образом происходит, и что нам нужно менять в нашей стране для того, чтобы наши организации были более устойчивы. И я хотела бы сказать, что прежде чем перейти, собственно, на самой концепции, мы должны понимать, почему я затеяла всю эту дискуссию, ну или даже можно пока сказать, что это монолог, но я надеюсь, что будут вопросы, с тем, чтобы мы понимали, что во главу угла деятельности НПО стоит человек, его потребности и наши ценности, которые мы декларируем в первую очередь человек. И мы должны использовать в том числе и в методах управления те подходы, которые ориентированы на человека и которые позволяют развивать гражданское достоинство. То есть наша цель – это не только оказывать услуги нашим клиентам, в том числе наша цель из всех, с кем мы работаем, делать граждан. То есть мы должны формировать граждан. И в этом смысле организационное развитие, его глубинная ценность – это человек. И мы будем дальше об этом говорить. Я прошу сейчас включить презентацию. Сейчас я выключу видеозапись и включу только аудиозапись, потому что, к сожалению, качество интернета в Кыргызстане не очень хорошее. Для того, чтобы дальше продолжить, то я сейчас выключаю видеозапись. Увидимся позже, дорогие коллеги, визуально. Но дальше я продолжу тогда с вами, с моей презентацией. Минуточку. Приступаем. Презентация называется «Организационное развитие НПО. Деловое знакомство». Понятно, что для того, чтобы сформировался сам подход организационного развития, то для этого были определенные предпосылки. Сама концепция организационного развития, она появилась в 50-60-х годах в Соединенных Штатах Америки прошлого столетия. И появление вот этой новой концепции управления было продиктовано определенными предпосылками. Первое – это изменение условий существования бизнес-организации. То есть это было связано с тем, что условия, в которых работали бизнес-компании, не поменялись. В силу чего? В силу интеграции рынков сбыта, развитием технологий и средств коммуникации, повышением роли, в принципе, наверное, специалистов в этих компаниях, изменением организационных структур, усложнением управления, потому что масштабы расширялись в силу глобализации, углубления специализации и так далее. И все это говорило о том, что среда очень быстро меняется, и компании должны очень быстро адаптироваться. И при постоянных изменениях во внешней среде, система управления, она должна быть такая, чтобы организация была уже готова к этим изменениям, и она предвидела эти изменения. И в этом смысле та бюрократическая система, которая была ранее в бизнес-компаниях, она не могла удовлетворять, потому что она не была, ну как бы не обладала определенными характеристиками гибкости, адаптивности и так далее. И в этом смысле, как бы, все большее значение приобретает управленческая модель, которая основана, во-первых, на делегированных правах, на, скажем, на большей демократичности, да, и на знаниях и компетентности менеджеров, как работать с персоналом. Вторая предпосылка была связана с повышением роли человеческого фактора. То есть здесь, конечно же, ну, я не знаю, вот если сейчас поспрашивать, скажем, вас, да, вы проработали 3-4, 3-4 организации, вам все равно, вы будете вспоминать ту организацию, скажем, да, где вам было комфортно работать, возможно, даже зарплата была ниже, может быть, еще какие-то факторы были лучше в другой организации, но именно в этой организации вас что-то устраивало. И в этом смысле сейчас мы все как трудовые ресурсы, да, как человеческие ресурсы, то мы больше ожидаем от участия в жизни, допустим, какой-то бизнес-компании или неправительственной организации. То есть мы не просто зарабатываем деньги, мы ожидаем нечто другое еще. И в этом смысле само отношение как бы людей к своей работе, оно поменялось. И понятно, что если ожидания людей меняются в отношении работы, то и персонал, который управляет этими компаниями, они тоже должны менять отношения. И в этом смысле менеджеры должны осознавать новую роль тех людей, сотрудников, которые работают. И, собственно, и сейчас меняется, скажем, требование к сотрудникам. Здесь сейчас, если вы идете на работу, скажем, вас проверяют, тестируют не только на знание исполнения должностных обязанностей, на которые объявлена вакантная должность. Нет. Здесь и стараются понять ваше профессиональное поведение, ваши отношения, инициативность, креативность, ваши возможности работы в команде и так далее. То есть и требования сейчас предъявляются совершенно другие. И следующая предпосылка к возникновению вот этой концепции организационного развития, это достижение в области исследования группы групповой динамики. Я почему сказала, что я не сертифицированный консультант в области организационного развития. В этот период времени во многих университетах США появились целые группы профессоров, которые занимались изучением групповой динамики. Потому что если взять две компании, где условия практически сходны, одна и та же миссия, выпускают одни и те же продукты и оказывают, возможно, одни и те же услуги, заработная плата одинаковая, но почему-то одна более эффективна, другая менее эффективна. И очень много здесь говорилось о взаимоотношениях между людьми, между сотрудниками и топ-менеджментом, о том, каким образом сотрудники вовлекаются в решение проблем и так далее. И все эти исследования, эмпирические исследования, которые были проведены, была создана такая концепция, концепция организационного развития. Следующий слайд. Чтобы перейти, собственно, к пониманию, что такое организационное развитие, мы должны с вами понять, что такое организация. Организация, в первую очередь, это система. И мы понимаем, что система – это не есть просто сложение каких-то определенных частей, это не просто сумма. Это все должно быть взаимосвязано между собой. И обязательно, что организация – это есть объединение людей на основе общих целей. И мы должны понимать, что эти цели могут быть реализованы только в организации. Неважно, это формально или неформально, но цели возможно реализовать только в организации. И еще один важный момент, что когда формируется группа учредителей, или, скажем, членов организации, которые учреждают общественное объединение, у них могут быть общие цели, но не всегда общие интересы. Всегда должны понимать, скажем, да, мы создаем эту организацию, скажем, с миссией продвижения демократии через развитие гражданской ответственности. Это миссия нашей организации. Но какой конкретный интерес у каждого есть? И в этом смысле очень важно определить эти интересы, потому что через вот эти цели и интересы формируется организационная культура, а культура влияет на взаимоотношения внутри организации и задает характер взаимодействию внутри организации. Это очень важно. Что касается системы образующих факторов, они перечислены. Можно выделить четыре основных фактора или, скажем, четыре возможных источника возникновения изменений и так далее, да, или, скажем, зачем нужна организация. Первое – это наличие целей. Второе – это способы достижения цели, то есть какие есть направления деятельности, какие услуги оказываются, или какие продукты, скажем, воспроизводятся или производятся этой организацией. Понятно, что это люди, потому что это люди объединяются с определенной целью, что они делают, да, какой состав этой команды и так далее. И ресурсы, которые используются для того, чтобы оказывать эти услуги или производить какие-то продукты. И мы должны понимать, что в любой организации вот эти четыре области изменений, которые, в принципе, могут повлиять на устойчивость неправительной организации, они, также их можно структурировать по вот этим системообразующим факторам. То есть это изменение в группе лидеров. И изменение мотивов лидеров, потому что это очень важно. Скажем, если учредитель создал когда-то организацию, учредил организацию «Общественный фонд», и, ну, скажем, по снижению вреда. Очень много организаций привлекает волонтеров, сотрудников. И если учредитель видит, что, ну, как бы, вот эта форма, она не устраивает организацию, что нужно менять, что нужно как-то вовлечь тех людей, которые, ну, скажем, которые сталкиваются с этой проблемой, и он начинает задумываться о том, чтобы перерегистрировать, скажем, общественный фонд в общественное объединение. Для того, чтобы вовлечь тех людей, которые непосредственно вовлечены в решение собственных проблем, люди, живущие с ВИЧ, или люди, которые участвуют в программах по снижению вреда, то, возможно, если лидер начинает задумываться, рефлексировать, то он, естественно, понимает, что нужно менять форму организации. И таким образом, поменяв форму организации, они начинают участвовать в процессе принятия решений, и таким образом организация совершенно становится другой, она меняется. Скажем, изменения, которые происходят в технологии или в структуре. К примеру, правовая клиника долгое время может оказывать юридические консультации, но меняется время, меняется, в общем-то, воздействие, наверное, информационно-коммуникационных технологий, появляется большая потребность в онлайн-консультациях. И если руководитель, в принципе, сам не использует скайп, сам не использует информационно-коммуникационных технологий, то он может потерять определенный сегмент рынка, потенциальных своих клиентов. И в этом смысле очень важно всегда отслеживать, что происходит в среде, какие потребности есть у клиентов, и это очень важно. И тогда меняется сама структура внутри организации, то есть технологии предоставления услуг. Может поменяться сама структура организации. К примеру, у нас была одна из молодежных организаций, которая перешла из разряда классической организации виртуальной. То есть у них нет офиса, у них есть свой хаб информационный, и они собираются только тогда, когда проводят определенные мероприятия. Например, они ответственны за проведение TEDx в Кыргызстане, и их связывает, знаете, вот только понимание миссии, то, что они должны сделать, и они собираются по мере необходимости, при этом очень узкоспециализированные в своей области, являются профессионалами в своей области, и они собираются и как бы делают, проводят какую-то оценку своей деятельности, таким образом, как бы находясь даже вне Кыргызстана, они осуществляют эту деятельность. Но здесь, конечно, есть и свои тоже риски. Мы, когда проводили оценку организационного развития в этой организации, то мы понимали, что организация подходит под все характеристики виртуальной организации, но там тоже есть свои проблемы. И проблемы, например, приверженности, мотивации и ответственности, в том числе по дедлайнам и так далее. В общем, там есть тоже свои проблемы, но тем не менее, это структура, которую они поменяли, структура деятельности. Изменения могут происходить внутри организации, среди персонала. Это, опять же, когда меняется само взаимодействие внутри. Если, скажем, стратегию организации определяет только руководитель, то мы можем говорить о конфликтуальном лидерстве. Да, скажем, может быть, на базе единоначалия, скажем, вот только учредитель знает, чем будет заниматься организация и так далее. Но есть еще все-таки, ну, скажем, лидерство, оно основывается хотя бы на коллективном обсуждении. Это часто очень делают многие организации, и это есть хорошо, потому что когда организация проводит стратегическое планирование с вовлечением всех сотрудников, членов этой организации, с заинтересованным окружением, то они больше начинают понимать, что происходит в организации. И здесь очень важный постулат. Люди, которые работают в организации неправительственной, они говорят следующее, что да, если что-то не нравится внутри организации, руководитель говорит, что да, что-то мне не нравится внутри организации, мы склонны поменять свое поведение. Но когда мы участвуем в анализе и обсуждении проблемы, и разрешении этой проблемы, мы склонны выполнять какие-то решения, если мы помогали их принимать. И в этом смысле, естественно, повышается ответственность сотрудников, и они готовы брать дополнительные обязанности. Потому что когда вы нанимаете в рамках проекта сотрудников, то понятно, что они очерчены только теми обязанностями, которые есть в рамках проекта. Но если вы их вовлекаете в стратегическое планирование, и они предлагают новые идеи, то в принципе они готовы на себя взять дополнительную ответственность по тому, как дальше организации стать устойчивей. И может быть, скажем, какие-то задания, они не входят в его должностные обязанности сейчас, и они вообще не связаны с реализацией текущего проекта. Но то, что он делает, это важно, потому что это важно для будущего организации, и он себя видит в будущем в этой организации. Таким образом, можно сказать, что любая организация – это и есть живой организм. И когда мы говорим «организация», организационное развитие и организм, то да, у них, наверное, есть общий корень. И в организации, так же, как и в организме, все взаимосвязано. И организация, так же, как и человек, проходит определенные этапы роста. Мы все знаем, что есть определенные теории, да, этапы развития организации, их очень много, вы наверняка о них знаете. Но при этом организация, она может учиться, она может расти, она может изменяться. И эти изменения, они могут быть не такими спонтанными, скажем так, они могут быть спланированными. И мы переходим к следующему слайду. Вот, к примеру, с точки зрения того, чтобы показать, что организация – есть система, да, есть очень известная такая модель луковица. Мы говорим о системе, что все взаимосвязано между собой. И давайте посмотрим на модель луковицы. Вот, скажем, даже если вы приходите, к примеру, представьте, что вы специалист по организационному развитию, и вам поручили сделать диагностику организации. Вы приходите в организацию, первое, что вы видите, вы видите офис, вы видите, что располагается в офисе, какая у них техника, вообще, в принципе, насколько аккуратно в офисе, насколько комфортно в офисе, да, и так далее. То есть вы видите внешние аспекты. И, скажем, внешний хорошо просматриваемый слой луковиц, он представляет собой физические, финансовые ресурсы, которые необходимы организации, да, деньги, здания, транспортные средства, оборудование. Затем мы, когда в организацию приходим, мы начинаем понимать, кто у них сидит в организации, кто какие функции оказывает, кто-то из них, скажем, это секретарь наверняка, а это, наверное, программный специалист, а это юрист. То есть это человеческие навыки и знания, необходимые для выполнения работы, в работе. Затем вы начинаете понимать, что да, кто-то из них подчиняется кому-то, что есть, например, если бы обратились к этой организации с определенной услугой, вам говорят о том, что есть определенные стандарты, да, к предоставлению этой услуги, есть определенные условия к предоставлению этой услуги. И вы начинаете, как специалист по организационному развитию, вы начинаете понимать, так, у них есть еще определенные, скажем, процедуры и правила. Дальше. Затем, значит, ближе к центру находится миссия и стратегия, потому что, когда вы заходите в организацию, вы не сразу можете понять, чем может организация заниматься. Дальше вы начинаете уже разговаривать с сотрудниками, понимаете, а в чем предназначение этой организации, да, в чем ее миссия, чем вы занимаетесь в настоящее время, а чем вы планируете заниматься и так далее. И только ближе к центру, когда вы проводите уже глубинное интервью с руководителем, с учредителем организации, вы начинаете понимать, ради чего создавалась организация и кто создавал организацию и какие ценности у учредителей, какие ценности они проповедуют, вообще, как бы, какие подходы у них. И мы говорим о том, что луковица прорастает и гниет из сердцевины. Это очень важно. То есть мы должны понимать, что все те интервенции, которые необходимы изменения в этой организации, источником изменений должен быть топ-менеджмент. Потому что мы можем изменить, поставить два компьютера, мы можем изменить, скажем, первый слой, да, убрать вот эту шелуху, что называем слуга. Мы можем сделать правило, разработать политику, да, скажем, вот нужно для ОРГО разработать учетную политику, мы ее разрабатываем. Но если в середине нет понимания, зачем это нужна учетная политика, которая первая, создает преемственность, скажем, да, вообще систему бухучета в организации, которая предотвращает механизмы коррупции в организации. Если нет этого понимания в середине, то все становится неважным. И сотрудники, которые понимают, что если все эти изменения делаются формально, ради донора, или, в принципе, как бы просто потому, что это надо, чтобы пройти, получить грант и так далее, да, или просто изменения ради изменений, скажем, написать политику просто для того, чтобы написать, а не исполнять ее, то это не есть смысл организационного развития. Организационное развитие – работать с людьми. Нам очень важно менять сердцевину. И мы должны понимать, что вот организация – это и есть система. И когда вы в своей организации планируете изменения, вспоминайте вот эту луковицу, что надо рефлексировать и понимать, в чем причина проблемы. Потому что, когда приходишь в организацию, очень многие организации говорят, вот я спрашиваю, с какими трудностями вы сталкиваетесь? И первое всегда один и тот же ответ – нет денег. Но мы-то понимаем, что нет денег – это последствия. Я начинаю говорить, хорошо, а на что вам нужны деньги? Дайте мне, пожалуйста, ясное понимание, на что конкретно вы хотите получить деньги. И вот тут проблемы, потому что не могут четко сформулировать руководители, конкретно для чего нужны деньги. Они оперируют следующими высказываниями. Знаете, мне нужны деньги, чтобы провести тренинги. Мне нужны деньги, чтобы обучить. Мне нужны деньги, чтобы сделать публикацию. А когда вопрос заходит об изменениях, которые должны произойти, вот здесь вот очень сложно. И мы должны понимать всегда, что для чего делаются изменения. Изменения делаются для того, чтобы повысить нашу с вами эффективность. Но об этом немножко позднее, и переходим на следующий слайд. Ну что ж, теперь про особенности наших неправительственных организаций. Что влияет на нашу деятельность? Это изменения, собственно, наших бенефициаров и их интересов. Очень часто многие организации, они не анализируют, в общем-то, потребности, наверное, и вообще изменения, те, которые происходят в любой целевой группе. К примеру, очень многие организации занимаются проблемами детей. В Кыргызстане, и я думаю, что в Таджикистане, в Узбекистане следующая проблема – это проблема миграции. И по сути, те методы и подходы, с которыми работали раньше по поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, они сейчас не работают, потому что у детей нет родителей. Они живут с бабушками и дедушками. И здесь возникает вопрос, каким образом предоставлять эти услуги и как работать с бабушками и с дедушками. И вот здесь как раз очень важно сотрудничество с геронтологическими организациями. То есть мы должны понимать, что происходит в наших целевых группах, что меняется. Изменение нормативно-правовой базы. Ну, это понятно, что в любой стране это изменение происходит, например, скажем, но при этом многие МПО, кстати, не отслеживают, что происходит в странах. Если неправительственная организация решает, что она должна увеличить количество источников поступления денег в собственную организацию, и она говорит, что если первый источник грант, то я должна по аналогии с той поговоркой, да, про яйца в разные корзины и так далее, то она говорит так, следующим источником может быть у меня социальный заказ. Но это та организация, которая продумывает о том, что она в будущем будет получать социальный заказ. Это и есть хорошо. То есть организация уже планирует изменения, но для того, чтобы получить социальный заказ, организация должна быть готова, по крайней мере в Кыргызстане, к аудиту со стороны счетной палаты. То есть вся система бухгалтерского учета должна соответствовать полностью международным национальным стандартам бухгалтерской отчетности. И в этом смысле организация должна понимать, что если у нее что-то не так, она должна меняться, она должна менять свою систему внутри, бухучета и вообще отчетности, да, она должна, видимо, вводить какие-то процедуры по внутреннему контролю, она должна вводить процедуры по закупкам и так далее. И это и есть запланированные изменения. Проявление новых форм взаимодействия с государством. То же самое. Мы должны понимать, что постоянно меняются эти формы взаимодействия. Например, в Кыргызстане сейчас есть УНС, у нас, например, есть закон о доступе к информации, где мы можем делать запросы и так далее. Мы можем участвовать, в принципе, в бюджетных слушаниях, в слушаниях любых законопроектов и так далее. И в этом смысле мы должны понимать, где максимально эффективно мы можем и рационально использовать свои подходы в работе. Особенно это касается правозащитной деятельности. То есть мы должны минимально использовать ресурсы и максимально получать эффект, зная все, что происходит в политической системе нашей страны. Что там меняется, какие появляются новые формы взаимодействия и так далее. Развитие гражданской активности. Здесь тоже очень много сейчас новых тенденций. Например, даже краудсорсинг, краудфандинг. Об этом очень хорошо рассказывали специалисты из Казахстана, и Ольга Каплина, и Гулима Мирханова. Я считаю, что это, наверное, одни из лучших специалистов в этой области, в Центральной Азии. Где есть возможность как раз использовать все эти ресурсы. Многие наши ново созданные НПО, по сравнению с теми, кто ранее был создан, скажем, они очень активно используют информационно-коммуникационные технологии именно по развитию гражданской активности. Они очень много используют Facebook, ВКонтакте и другие социальные медиа для того, чтобы привлечь волонтеров на свои акции, для того, чтобы получить пожертвования. И я думаю, что это и есть хорошо. Формирование рынка услуг и другие тенденции. Мы должны также понимать о том, что какие услуги сейчас предоставляются другими организациями, какие формы услуг. И самое главное, мы должны понимать, как мы эти услуги оцениваем. И в этом особенности НПО мы должны понимать, что мы не измеряем свою деятельность, эффективность, мы не измеряем в количестве тренингов, мы не измеряем в количестве консультаций. Мы до всегда должны понимать, мы должны закрывать глаза и всегда думать о том, вот что случится, что изменится в этой среде после того, как мы проведем тренинги. И это очень полезно, потому что мы должны визуализировать изменения. И особенность НПО, что мы должны доказывать общественности свою эффективность. И это не только меряется эффективность нашей денежными поступлениями или, скажем, количеством затраченных на административные расходы, но это самое главное, это социальные изменения, которые произошли в обществе благодаря нашей деятельности. Геополитические факторы. Ну, здесь я имела в виду, что мы живем в соседстве. И то, что происходит в разных странах, оно все равно влияет. И, скажем, те, что законопроекты были приняты, к примеру, в начале суд заказ был принят в Казахстане. Я знаю, что этот опыт обсуждался в Кыргызстане, и мы продвигали далее законопроект в Кыргызстане. Но при этом учли извлеченные уроки от коллег из Казахстана. Или, скажем, законопроект об иностранных агентах, который был принят в Российской Федерации. И тот опыт, который имеют организации в России, мы также здесь используем свои общественные компании по противодействию принятию этого законопроекта. То есть, к сожалению, наше пространство, политическое пространство, в котором работают непрестные организации, оно может сужаться, либо, наоборот, становиться благоприятным. И мы должны учитывать. Например, сейчас непрестные организации Кыргызстана должны понимать, что если пройдет законопроект об иностранных агентах, к чему они должны быть готовы. Некоторые говорят, что да, у нас есть такая стратегия выхода, мы уйдем все в бизнес. То есть, станем консалтинговым компанией и так далее. Другие говорят, нет, вы знаете, может быть, есть другой подход, и может быть, скажем, внедрить такую концепцию, как общественно-полезные, общественно-благоприятные организации, которые могут получать определенные налоговые льготы, но при этом будут отчитываться, они, скажем, при каком-то органе, они будут полностью открыты и прозрачны. То есть, разные стратегии выбирают различные непрестные организации. Каким образом теперь ответить на вызов, который у нас сейчас существует? Пожалуйста, переходим на следующий слайд. Ну что ж, мы переходим, собственно, к организационному развитию и к термину. Сам термин организационное развитие был введен в употребление Робертом Блейком и Хербом Шепардом в конце 50-х годов корпорации, сейчас эта корпорация называется Эксом. Вообще, развитие предполагает движение, да, как мы знаем, от простого к сложному, от низшего к высшему и так далее, движение по восходящей линии. Это есть процесс обновления, рождение нового, отмирание старого, да. И мы должны понимать, вот Берхард рассматривает организационное развитие в своем труде Organizational Development Strategies and Models, это как спланированное, управляемое сверху и охватывающее всю организацию с целью повышения ее эффективности и жизнеспособности посредством спланированных интервенций в организационный процесс. Вот теперь более подробно. Здесь очень важно, первое, спланированное, то есть мы говорим об изменениях спланированных. И понятно, что если изменения планируемые, то мы должны понимать, сейчас мы где находимся, где мы хотим быть, и вот этот переход от того состояния, где мы находимся и к которому мы хотим быть, это и есть организационные изменения, да. Управляемое сверху, это очень важный момент. Это очень важный момент для консультанта по организационному развитию, потому что организация не может использовать подход в управлении организационного развития, если она к этому не готова. Организация должна быть готова, имеется в виду топ-менеджмент, учредители, директоры. Если директор и учредители, которые обладают реальной административной властью, не готовы к изменениям, специалисты по оргразвитию могут внести ту конфликтную ситуацию. Но я думаю, что профессиональные специалисты в области оргразвития, если они видят, что достаточно низкий уровень готовности, они не будут не проводить никакие там интервенции в этой организации. Но это очень важно, потому что многие НПО думают так, что я в принципе не готов к оргразвитию, но так сделаю для галочки, потому что это является условием для получения грантовой поддержки. Ни в коем случае этого делать нельзя. Я объясню почему. Потому что если руководитель так считает, вряд ли он говорит это своим сотрудникам. Когда приходит специалист по организационному развитию, он мотивирует организацию, в том числе сотрудников, в первую очередь, к изменениям. И получается следующая ситуация. Получается революционная ситуация, когда низы уже не хотят жить по-старому, и не могут жить по-старому, а верхи просто не хотят. И в этом случае мы создаем конфликт в этой организации, потому что сотрудники, они хотят изменений, они верят в лучшее, они верят в изменения, готовы меняться сами и готовы брать ответственность за изменениями в организации, а руководитель не готов. Это у него такая игра, понимаете. В этом смысле тогда что получается в результате? Иногда бывают очень плачевные результаты, когда происходит сменяемость лидерства, когда группа сотрудников, они приходят к тому, что нужно поменять лидера, и это происходит. Иногда бывает наоборот, с точностью до наоборот, когда руководитель организации увольняет всех сотрудников. И поэтому вот это очень важный момент, управляемость сверху. Еще есть один такой аспект, о котором я вас хотела предупредить. Очень часто исполнительный директор, как менеджер, готов к изменениям, и в принципе он говорит о том, что да, мы готовы к изменениям, но он не ставит в известность членов организации учредителей, тех, кто обладает определенными полномочиями. А высшим органом, вы знаете, является учредитель, общее собрание учредителей или, скажем, общее собрание членов организации. И если они не готовы, то же самое происходит в организации. То есть получается, что мы вызываем ложные ожидания у исполнительного органа, когда руководящий орган не готов к изменениям. И это очень важно. То есть если вы хотите внедрить данный подход в управление организацией, в своей организации, то вы должны быть готовы. И готовы должны быть как раз, помните, вспомним луковицу, что произрастает луковица, гниет, откуда сердцевины. То есть мы должны сразу обращаться к голове организации, то есть к учредителю, к директорам, к членам общего собрания и так далее. Следующая характеристика – это охватывающая всю организацию. Мы опять же говорим о том, что вспомним луковицу, что там рассматриваются все аспекты. Там не получится так, что вы знаете, вы мне только рассмотрите аспект там организационной структуры. Но ведь организационную структуру невозможно разработать для конкретно неправительной организации, не поняв, какие функции она должна выполнять, какие потребности есть у целевой группы, и что у вас еще в уставе написано. То есть мы все рассматриваем в комплексе, и еще мы берем во внимание учет сотрудников, как бы они хотели, чтобы управлялась организация, и каким образом принимается решение в организации. То есть мы должны рассматривать организацию опять в целостности, то есть комплексно. Теперь, организационное развитие – это не самоцель, это подход в управлении по целью которой, это повышение эффективности и устойчивости этой организации. И вот здесь вот встает вопрос, что такое эффективность, потому что любая организация для того, чтобы внедрять организационные изменения, должна понимать, что мы хотим повысить собственную эффективность. И тогда здесь встает вопрос, а что есть для нас эффективность. И мы должны себе признаться в том, что эффективностью мы очень долгое время говорили количество привлеченных средств. Мы считали, в принципе, даже и международные организации, у них есть такой навигатор, как Charity Navigator, они оценивают там организации, они оценивают организации, например, по проценту накладных расходов. Что вот ты привлек, например, 100 тысяч, если ты 20 тысяч из расходов на накладные расходы, грубо говоря, на персонал, то ты просто молодец. Но мы-то должны понимать, что эффективность, она должна, наверное, измеряться другим. Почему? Потому что этого требует общественность, это требует общество, это требуют наши бенефицары, это требуют уже доноры. Потому что мы уже перешли на другой этап развития организации, когда мы уже должны, наверное, измерять свою эффективность. Опять же, я повторюсь, не числом тренингов, не числом обученных человек, а мы должны измерять уже воздействием. Ну и что изменилось в жизни у этих людей после этих тренингов. И мы должны понимать, что вот этот вопрос, что изменилось, оно должно быть уже при планировании проекта. И система по отслеживанию эффективности, она должна закладываться сразу. И в этом смысле, когда мы говорим, что оргразвитие нужно с целью повышения эффективности, каждая организация должна понять, что для нее есть эффективность. И говорим о том, что это все делается через определенные спланированные интервенции. Но интервенция не всегда вызывает очень такие, ну не знаю, там аналогии, какие-то там ассоциации, да, не очень хорошие. Но это, скажем, какие-то вмешательства позитивные. Мы всегда говорим о позитивных вмешательствах, какие-то методы. Это, например, просто тренинг по стратегическому планированию, да, практический семинар по стратегическому планированию. Это может быть какая-то деятельность по построению команды и так далее. И это все мы говорим посредством спланированных интервенций в организационный процесс. И если просто представить нашу организацию, да, как машину, мы должны понимать, куда нам ехать. И это очень важно, потому что если мы раньше говорили, что рукой водил Владимир Ильич Ленин, да, вспомните, бюст, не бюст, а постаменты, да, памятники, то всегда была правая рука и нам указывала, куда идти. Так вот, в организации тоже очень важно, куда идти. И рукой водить в организации должен руководящий орган. Либо это учредитель, либо это наблюдательный совет, либо это совет директоров. То есть в организации должен быть орган, который определяет направление деятельности этой организации. Понятно, что менеджмент должен отвечать за то, чтобы как к этому прийти, способы и так далее, какие программы нужно осуществлять, какие услуги надо оказывать. Понятно, что это взаимосвязь между сотрудниками, между исполнительным органом и руководящим органом, и пониманием. Эта машина достигнет цели, пункта назначения только тогда, когда все понимают, куда надо идти, каким образом идти, и с кем взаимодействуют. Следующий слайд, пожалуйста, Коррик. Ну что ж, теперь мы перейдем к характеристике процесса организационного развития. То есть все, о чем говорила я ранее, мы будем говорить более подробно. Таким образом, организационное развитие, это не есть, во-первых, развитие организации. Почему? Потому что организация без организационного развития, она и так развивается. Мы понимаем, что это есть естественный процесс развития. Так же, как растет растение и так далее, то мы каждый год растем. Но это естественная эволюция. Мы говорим о процессе организационного развития, это, скажем, форма самостоятельного изменения организации во времени, то есть спланированное изменение. Когда мы говорим о том, что мы сами будем планировать эти изменения, и мы их будем достигать. Таким образом, извините, запланированное изменение имеет в виду сознательные, а не случайные переменные. Так, извините, пожалуйста, сейчас я просто смотрю на переписку. Скажите, пожалуйста, я просто хочу еще один раз проверить, все ли вы меня слышите? Потому что... Хорошо, спасибо, тогда мы продолжим. Еще один момент. Процесс. Организационное развитие делает упор на культуру организации. Опять же, я говорила о том, что глубинная философия организационного развития – это и есть человек. И в этом смысле здесь очень большой упор делается на культуру организации. Каких ценностей придерживают учредители? Какие существуют неформальные формальные группы? Каким образом происходит взаимодействие? Как принимается решение формально и неформально? То есть по уставу, как должно быть, как на самом деле принимаются решения? Потому что все это очень важно. И мы говорили о том, что... Что организационное развитие, оно все-таки является подходом, который основан на участии персонала в этом процессе. И в этом смысле очень важно, чтобы участие не было просто участием, да? Что это не было просто информированием, а активно вовлекать членов организации и сотрудников организации в этот процесс. Следующее. Консультант-фасилитатор. Хотелось бы сказать о том, что процесс изменения, он должен сознательно направляться. Для планирования изменений требуются фасилитаторы. Они могут быть изнутри. Скажем, те организации, вот как наша, которая уже, по сути, она давно уже в течение шести лет, подходом в управлении нашей непроектной организации является подход организационного развития. То есть это подход, на котором, собственно, происходит управление в нашей организации. Но если организация еще не знает, как проводить диагностику, каким образом проводить стратегические, разработать стратегический план в вашей организации, то вам нужен внешний фасилитатор. Я еще один раз скажу. Фасилитатор. Это очень важно, потому что среди консультантов по организационному развитию, а я дали вам там сайты, это и специальные сайты по организационному развитию, и сайты консультантов в сфере организационного развития, есть определенные этические моменты. И очень важно, чтобы консультанты не формировали зависимость от себя. То есть фасилитаторы, они выполняют роль фасилитатора. То есть они организовывают процесс. И они должны уйти из этой организации таким образом, что организация даже не почувствует уход этого фасилитатора. Организация должна дальше иметь способность самообновляться и дальше изменять свою организацию. И это очень важно, потому что, к сожалению, я не знаю, в силу, может быть, менталитета, но многие консультанты по организационному развитию, они ведут себя как эксперты, иногда вообще как ревизоры. И мне кажется, что в этом смысле они не очень понимают концепцию организационного развития. То есть команда должна чувствовать, что это они сами сделали. Это большая заслуга, когда организация говорит, мы сами добились этих изменений, мы сами смогли это сделать. Это не есть плохо для консультанта в том плане, что они не заметили его роль, не заметили его вклад. Это и есть самая большая, наверное, сослуга консультанта в том, что он остался незаметным. И я думаю, что это очень важно, потому что, когда мы готовим специалистов в этой области, мы должны всегда говорить о глубинных ценностях организационного развития. Мы не формируем зависимости, мы продвигаем развитие. И развитие через наращивание потенциала самой организации к самообновлению. Уровни. Ну, изменения, опять же, мы говорили о целостном подходе. Изменения охватывают все уровни организации, индивид, группа и организация. И организационное развитие, оно рассматривает, опять же, организацию как открытую живую систему, которая взаимодействует со своим окружением, которая взаимодействует с донорами, которая взаимодействует со своей целевой группой и так далее. И в этом смысле, как бы, очень важно, опять же, когда вы приходите в организацию, консультанты приходят в организацию, или, скажем, вы как руководитель хотите внести изменения, да, в подходе с точки зрения управления в организации, вы должны понимать, вот ваша организация закрыта или нет. Очень часто, как бы, организации бывают неоткрытой системой. То есть, там есть определенная иерархия, как взаимодействовать внешней средой и так далее. И есть, например, я даже знаю организации, где, когда приходят внешние люди, никто не может вообще, в принципе, говорить без руководителя. И здесь основное, наверное, чтобы организация, она была открытой, вот, открытой к изменениям, открытой вообще, в принципе, к взаимодействию. И в этом смысле тоже нужно продумать о готовности организации к открытости. Организация, организационное развитие концентрируется на повышение эффективности организации, как она определяется самой организацией. Ну, об эффективности мы уже с вами говорили, что, не знаю, для меня кажется, что все-таки мы должны больше фокусировать внимание свое на изменениях в жизни людей, ради которых мы стараемся все это делать. И как бы это пафосно ни звучало, мы должны отслеживать эти изменения. Один раз я была на диагностике в одной из очень известных правовых клиник. Безумную работу они ведут, просто безумный массив, столько консультаций. Но вы знаете, они не занимаются правозащитной социологией. То есть я им высчитала, сколько у них процент успешных дел, какой процент граждан получили документы и так далее. То есть я говорю, ну вот ваши показатели, они ведь замечательные, 95% успешных дел, столько-то количества людей, какой-то процент ваших клиентов получили документы. Повторные обращения. Вот это и есть воздействие, хоть какой-то результат вашей деятельности. То есть мне кажется, что это очень важно, вот эту систему мониторинга оценки закладывать сразу сейчас в организации. И сотрудники, они должны понимать, какой вклад они делают. Они не должны просто говорить о том, что вот мы проводим тренинги. Они должны понимать, какой же они вклад реально делают в изменении наших бенефицаров, в жизни наших бенефицаров. Уважаемые коллеги, просто время очень-очень сильно поджимает. Следующий слайд. Процесс организационного развития. Я просто хочу рассказать, чтобы вы были информированы, как вообще происходит организационное развитие с точки зрения управления. Управление в МПО. Первое – это осознание потребности в изменении. Вот, к примеру, я работала более 10 лет директором в ассоциации ЦПГО. В какой-то момент мы с командой, обсудив, приняли решение, что есть потребность в изменении. И мы всем исполнительным органам ушли из этой организации, создали новую организацию. Абсолютно не было никаких конфликтов ни внутри исполнительного органа, ни было конфликтов с членами организации. Просто результат нашего анализа, мы поняли, что мы должны поменяться. Мы должны стать более мобильной, мы должны абсолютно другими стать. И вот, когда происходит вот это осознание и потребность, тогда организация на готово. Желательно, чтобы это не было связано с конкретным кризисом. То есть руководитель должен предвидеть. Он не должен доводить ситуацию, когда есть уже конкретный, очень серьезный конфликт в организации. Это может быть трудовой спор. Мало ли что, это может быть конфликт с одним из ваших бенефицаров и так далее. То есть, если сотрудники как-то вяло себя ведут, нет никаких инициатив, в принципе, вы не привлекаете средства, необходимые средства для ваших проектов. Это уже сигнал. Вы должны сесть и понять, что организации необходимо проанализировать свою деятельность. Второе. Вы здесь каким образом поступаете? Либо вы подаете в те программы, которые существуют в ваших странах. В Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане есть программы по поддержке организационного развития. Вам дают консультантов. Те люди, которые обладают определенными навыками, знаниями в области менеджмента, в области развития НПО, они приходят к вам и проводят диагностический анализ. То есть, есть определенная модель идеальной организации. Есть вообще определенная модель идеальной бизнес-организации, есть идеальная модель неправительственной организации. И она рассматривает организацию как систему. То есть, это ее аспекты, миссия, ценности, стратегическое планирование, вообще стратегии, направление деятельности, работа с членами услуги и так далее. То есть, там есть очень много параметров, о которых расскажет вам потом Лина, моя коллега. И по этим параметрам оценщики проводят диагностику вашей организации. Здесь очень важно, используют разные методы. Это могут быть методы анкетирования, анонимный опрос сотрудников, это могут быть интервью с ключевыми информантами, это учредители, это могут быть представители государственных органов, с которыми вы тесно работаете, это доноры и так далее, это члены организации. А может быть такая быстрая оценка, когда просто приходит специалист по оргразвитию, у него есть определенные анкеты, по которым он задает вопросы, тем не менее он должен ознакомиться со всеми документами, которые у вас есть, он должен ознакомиться с вашим сайтом, и так далее. И без, скажем, через групповую фокус-группу он получает какую-то информацию, обрабатывает ее и, собственно, делится. И вот здесь очень важный момент. Здесь очень важно, чтобы консультанты в области организационного развития обладали навыками, как давать обратную связь. К сожалению, не все консультанты в области организационного развития могут давать адекватную обратную связь, потому что обратная связь, она обладает определенными, скажем так, характеристиками. И одна из характеристик – это, во-первых, подтверждаемая, то есть она должна быть основана на фактах. Во-вторых, она должна быть дозированной, она должна быть выполнимой. То есть специалист в области организационного развития, он даже должен сразу проанализировать, на каком этапе развития организации находится. Если эта организация зарегистрировалась вчера, то понятно, что какие задачи у нее сейчас, в настоящее время, то нет смысла, например, говорить, что вы должны разработать какие-то политики, супер-пупер политики, такие, которые необходимы. То есть это уровень, когда нет еще бюрократизации и нет необходимости в этом. И в этом смысле специалист в области организационного развития, он проводит сканирование организации, понимает, какие проблемы могут быть у этой организации. Следующая характеристика обратной связи, она должна быть сравнительная. То есть когда специалист вам говорит, что у вас что-то не так, он должен говорить, какая идеальная ситуация должна быть в этой сфере. Например, работа с членами. Он говорит, что да, работа с членами, например, нет политики по членству. Или скажем, в принципе, вы по форме членской организации, зарегистрированы как общественное объединение, но работаете как общественный фонд. И он должен показать, а как должны работать общественные объединения. Для чего? Потому что учредитель должен понять, либо он перерегистрирует свою организацию, из общественного объединения и станет общественным фондом. То есть то, что есть де-факто, он станет де-юро. Или, может быть, он увидит ценность в развитии членства и будет внедрять у себя программу по развитию членства. И здесь очень важно для того, чтобы формировать идею перемен у руководства, здесь очень важно сравнивать и давать идеальные варианты. Самое главное, обратная связь в организационном развитии, она должна быть не окончательной. То есть отчет по оценке, он должен быть как бы предоставлен, да, он предоставлен специалистам по оргразвитию, но он должен быть предоставлен как бы вот самой организации. То есть у организации должна быть возможность внести изменения, дополнения. То есть если вы дадите обратную связь отчет как окончательный диагноз, то вы можете понизить уровень энергии людей. То есть вы наоборот должны использовать отчет как правную точку для дискуссии. В этом смысле, ну как бы, это, наверное, очень важно для специалистов в области оргразвития. Но тем не менее это важно для вас, если у вас будет проходить такая диагностика, очень важно, чтобы у сотрудников формировалась такая энергия, энергия перемен. И это очень важно. Вот третий этап завоевания доверия и выявления преданности идеи перемен. Потому что вот этот отчет, он по идее должен стать отправной точкой. Вот для того, чтобы, да, мы будем меняться. И вот это третий этап. Вот этот третий этап самый важный для консультанта по оргразвитию, самый важный для агента перемен. Агентами перемен мы называем учредителей, руководителей, кто, собственно, будет нести дальше ответственность по реализации этих перемен, да, по внедрению этих перемен. И следующее, это выработка плана действий стратегии. Ну это понятно, что на основе вот каких-то обнаружений и так далее, мы говорим, что мы здесь сфокусируемся, потому что обычно бывают рекомендации критического характера. Например, если консультант обнаружил очень серьезный недостаток, к примеру, нарушение, скажем, системы финансовой отчетности, к примеру, организация не сдала баланс, да, или еще что-то. Или, допустим, организация неправильным образом заполнила трудовое соглашение, которое может стать источником потенциальных конфликтов дальше в суде и так далее. То есть есть критического ряда рекомендаций, которые необходимо просто выполнить, но они не влияют в целом, как бы, на дальнейшее развитие организации. Но есть рекомендации важные, стратегического характера, те рекомендации, которые сейчас не дадут результата, но они дадут результат в будущем. Например, тренинг по стратегическому планированию, да, или, например, готовность организации к получению социального заказа через 2-3 года. Или, к примеру, вы планируете в следующем году или через 2-3 года внедрить новую услугу. Например, проведение социологических исследований. Но как вы будете внедрять через 3 года, вы уже сейчас должны понимать, каким образом это делать. Первое, это вы должны улучшить систему базы данных вашей организации. Если вы хотите анализировать собственные какие-то данные, которые вы получаете от своих коллег, да, или от своей целевой группы, то вы должны понимать, как это у вас хранится и так далее. А потом вы должны нарастить потенциал своих собственных сотрудников в повышении, ну, скажем, там, использования аналитических методов и так далее, да, или проведение анализов. Сейчас очень много таких тренингов проводится. Таким образом, для того, чтобы внедрить что-то через 3 года, вы должны сейчас осуществлять определенную деятельность. Ну и этап реализации рабочего плана. Затем оценка обобщения накопленного опыта. Вы потом собираетесь и говорите, что же мы сделали, почему мы это не сделали и так далее. То есть, в принципе, это типичный, наверное, цикл. Но я хочу, чтобы вы были просто информированы, понимали, что за менеджмент такой, который построен на организационном развитии. Мы, например, обходимся без фасилитатора внешнего. Мы просто проводим сами вот эти все этапы, делаем диагностику, мы делим между собой, скажем, анализ внешней среды, между сотрудниками анализ внутренней среды. И затем делимся этим анализом со своим наблюдательным советом, с учредителем, и потом пытаемся выработать какие-то новые стратегии. Но если есть внешний фасилитатор, а он всегда очень дорого стоит, то это очень хорошая возможность. Следующий слайд. Методы организационного развития. Я просто хочу сказать о том, что их два. Это структурный по содержанию. К примеру, если есть такой блок, как стратегическое планирование, и консультант, он вначале проводит диагностику, а что у вас есть, собственно, со стратегией. И если ничего нет, то он проводит тренинг по стратегическому планированию. То есть это все, что касается содержания. Но, опять же, очень важно процессуальные вещи. Орг.развитие направлено на изменение поведения сотрудников. Если, допустим, у вас очень большая текучесть кадров, то я думаю, что вам необходимо не постесняться, а спросить, почему сотрудники уходят, по какой причине. Одна причина – это когда нет проектов. Другая причина – когда низкая зарплата. Но есть и совершенно другие аспекты. И важно, например, я не знаю, но мы проводим иногда такую, можно неформальную оценку персонала, да, когда говорят о том, когда я как руководитель просто говорю, например, назови три вещи, которые я должна продолжать делать, это продолжать, вернее, продолжать делать для того, чтобы повысить вашу эффективность. То есть то, что я сейчас делаю, это помогает повышать твою эффективность, да. И назови, пожалуйста, три вещи, которые я должна перестать делать для того, чтобы тебе хорошо, комфортно и плодотворно работать. И в принципе можно получать такую обратную связь, и сотрудники чувствуют, что они как-то супричастны к изменению стиля руководства внутри организации, к процессу принятия решения, что они вовлекаются в разработку стратегии и так далее. То есть про процессную часть нужно не забывать, и это очень важно. Следующий слайд. Следующий слайд. Доноры все-таки имеют три компонента в Кыргызстане. Это диагностическая, это, скажем, техническая поддержка после диагностической фазы. После того, как есть некий план по результатам оценки организационного развития, то обычно доноры еще предлагают техническую поддержку, либо менторскую поддержку. То есть это, например, у Арго есть подходы, они дальше проводят тренинги. Или, скажем, в Кыргызстане это есть менторская помощь, когда какой-то организации по ее запросу предоставляется определенный ментор, и там может быть пересмотреть внутренние политики процедуры, либо тренер по фасилитации стратегического плана и так далее. И само поддержание процесса. То есть в нашей стране есть организация, которая пытается поддерживать этот процесс, это Ассоциация Центров поддержки гражданского общества. Есть очень много литературы, это включая самооценку, есть целое пособие по стратегическому планированию, именно для организаций, как они сами смогут фасилитировать этот процесс. И они пытаются вот этот процесс всегда поддерживать, то есть находят доноров, очень много поддерживают дискуссии о повышении прозрачности подотчетности НПО, то есть этот процесс должен поддерживаться. И он в нашей стране поддерживается, а ЦПГУ в Казахстане он поддерживается, Арго в Таджикистане Федокором. Следующий слайд. Следующий слайд. Я хотела сказать о том, что у нас были определенные доноры, партнеры по внедрению вообще принципов и подходов организационного развития в деятельность НПО. И у нас была программа, профинансированная фондом Агахана. Затем они после окончания этой программы, они сделали оценку этой программы и опросили 86% из 67 НПО, кто был вовлечен в эту программу воркразвитие. И у нас есть неплохие результаты. 97% отметили, что рекомендации, полученные по результатам аудита, были полезными. 95% респондентов отметили, что оценка по оргразвитию оказала значительное положительное влияние на организацию. Они пересмотрели миссию. Ну, там были разные, как бы, параметры. Кто-то определил целевую группу более четко. Повысилось доверие, улучшился рабочий климат внутри организации и так далее. 65% НПО отметили, что благодаря организационному развитию увеличилось финансирование их деятельности. Ну, какие вызовы и трудности? Первое, это то, что не все понимают, что организационное развитие – это холистический подход. Холистический подход, а слово холистик, то есть это комплексный, когда организацию рассматривают как систему. Вот сейчас, например, в медицине тоже очень это модно, это холистический подход, когда не просто говорят у тебя горло, а пытаются как бы в целом сфокусировать внимание человека на общем оздоровлении. То есть, что он кушает, вообще, как он себя ведет, есть ли у него физические нагрузки и так далее, о чем он думает, психологическая составляющая. Вот. И то же самое в организационном развитии. Мы должны понимать, что организация – это система, и нельзя просто прийти, скажем, решить проблему, только написав какую-то политику, да, или разработав какую-то определенную процедуру. Мы должны понимать, что у него внутри. Самое главное – это ценности внутри организации и принципы ее работы, ради чего они были созданы и, в общем-то, для кого они работают, и какие ценности при этом исповедуют, и какие принципы работы у них существуют. И для этого очень важно понимать, потому что иногда, как бы, организации, они не понимают, они хотят очень быстрых результатов, а мы всегда говорим, что организационное развитие – это протерпение. И поэтому, ну, это, наверное, вызов тоже для организации, потому что они думают, что если вот я сегодня пройду оргдиагностику, то завтра у меня будет финансирование увеличиться там в 5 или 10 раз. Готовность организации к изменениям. Об этом я тоже говорила, что не все организации готовы к изменениям. И я хотела бы сказать еще о таком явлении, как следующее за готовностью. Если даже готовы верхи, то есть сопротивление изменениям. Мы понимаем, что изменения – это крайне трудный и болезненный процесс, и чем более глубокие и радикальные изменения происходят в организации, тем выше вероятность сопротивления. Причин очень много. Это и непонимание, недостаток доверия руководству, это может быть и низкая терпимость, в принципе, как бы индивидуальная нетерпимость к изменениям. Это различная оценка ситуации. Но есть две причины, о которых я хотела бы сказать, и которые довольно-таки распространены. Первая – это усталость от изменений. Ну, как бы очень многие предлагают оргразвитие, и организация может проходить это оргразвитие, бывает, за год три раза. И сотрудники, они не поспевают за изменениями, и они начинают понимать, что руководитель делает оргразвитие просто ради изменений. Просто как бы изменения ради изменений. И в этом смысле чувствуется такая усталость, и сотрудники уже, в принципе, ничего не хотят делать. И это тоже, наверное, большой вопрос для доноров. Если он видит, что в этой организации уже была проведена диагностика, но я понимаю, что донору, наверное, хочется свою методику опробировать и так далее, но не надо делать еще один раз, если, в принципе, организация уже прошла, и она имеет план деятельности, и она притворяет этот план деятельности. Зачем там еще один раз делать диагностику? То есть есть такой фактор сопротивления изменений от усталости изменений. И, скажем, еще один фактор – это предыдущий неудачный опыт проведения изменений. То есть если что-то случилось не так, как хотелось, то это тоже играет очень важную роль. И опять же здесь очень большую роль играет сам руководитель. Даже если не внедрены изменения, он должен провести с сотрудниками, с членами организации, как раз-таки провести обратную связь. Почему это так произошло? Какие факторы способствовали тому, что у нас были неудачи? А где-то ведь у нас получилось, какие факторы, наоборот, способствовали успеху? И в этом смысле тогда происходит саморефлексия организации. Я думаю, что вот такого сопротивления от, скажем, предыдущего неудачного опыта могло бы и не быть. Плохое понимание цели, но это понятно. То есть если сотрудники не очень понимают, для чего это нужно сделать, недоверие к руководству. Когда руководство, скажем так, декларирует демократию на слова, но на практике ее не используют и не внедряют. Вот это есть недоверие к руководству. И скрытая повестка. Очень часто в организации затевают организационное развитие для того, чтобы сменить лидерство. И хороший специалист по оргразвитию, в принципе, это понимает, и он может, как бы, эту ситуацию, скажем так, во-первых, сделать ее открытой и обсудить ее, каким образом это можно сделать для того, чтобы кто-то очень-очень сильно не пострадал. И в этом смысле, как бы, тоже нужно быть консультантом очень осторожно, потому что на практике моей было очень много таких случаев, когда за счет оргразвития просто хотели сменить лидерство в организации. Ну, я предоставляю вам два сайта, они, правда, англоязычные, это Odin Network, там очень много материалов по оргразвитию. И Интрак, это очень известная организация, которая как раз занимается рефлексией гражданского общества, подходой. И у них есть очень замечательная серия «Прахис». Она есть на русском языке, и там очень много литературы по организационному развитию. Также у меня есть очень много литературы, подходов по оргразвитию. Если вы заинтересуетесь, то я буду очень рада ответить вам. В принципе, у меня все. Спасибо всем большое. И я передаю слово Лене Чикрыгиной. Спасибо большое всем. Здравствуйте, дорогие участники вебинара. Меня зовут Елена Чикрыгина. Я специалист по оргразвитию программы развития через региональное сотрудничество, осуществляемая Ассоциацией развития гражданского общества. Хочу поблагодарить РКИНу. Спасибо большое за презентацию. Очень содержательная презентация, очень много примеров. Сейчас просто РКИН ответит на ваши вопросы. То есть я отключаюсь, наверное, пока. Уважаемые коллеги, спасибо большое, что вы меня выслушали. Здесь есть несколько вопросов. Я хотела бы их прочитать и ответить на некоторые из них. Первый вопрос. Куда обратиться в Казахстане, чтобы поработать с фасилитаторами? Спасибо. Я думаю, что вам нужно обратиться в ОРГУ. Если НПО зарегистрировано недавно, она вообще имеет право стать объектом оценки ОРГ-развития. Это все зависит, уважаемый Курбанали, это все зависит от вашего желания. Я думаю, что в принципе, думаю, это даже было бы неплохо, если фасилитатор с вами поработает над формированием стратегии. Вообще, может быть, над конкретизацией миссии, деятельность вы будете осуществлять и так далее. Я думаю, что это очень будет даже хорошо. Следующее. Всегда ли фасилитатор для ОРГ-развития должен быть внешним? Нет, не всегда. Если у вас в членах наблюдательного совета или члены организации, или, скажем, члены совета директоров, главное обладать навыками фасилитации и знаниями в области ОРГ-развития. И поэтому не обязательно быть внешним. Но, тем не менее, многие стараются для того, чтобы принимать участие, всем же хочется принимать участие, а фасилитатор, к сожалению, если он фасилитирует, то он не имеет права принимать участие в обсуждении. И в этом смысле он, конечно, ограничивает тебя и свое мнение. А так, я думаю, что вполне возможно. Следующее. Сергей по ЛГБТ. Есть организации, как Women Fund, Labris Fund и так далее. Эти фонды хорошо помогают в Киргизии, в других странах. Да, действительно, у нас есть очень много организаций по ЛГБТ. Кстати, организационному развитию этих организаций уделяется очень большое внимание их партнерами и донорами. И если у вас есть контакты этих организаций, я думаю, они могут поделиться этим опытом. Следующий вопрос. Как быть организацией по работе с социально уязвимыми группами в Казахстане, если поддержки ждать неоткуда и получить финансирование и так далее? И как бы учредители организации не были активны, на одной идее далеко не уедешь, вопрос в следующем. Если нет поддержки, где ее искать или есть ли другие сценарии развития? Знаете, что вы имеете в виду под словом поддержка? Потому что, например, в настоящее время у нашей организации тоже нет финансирования, но тем не менее деятельность мы осуществляем. То есть у нас есть определенные планы по реализации нашей миссии, и мы на общественных началах все это делаем. Просто мы зарплату получаем за счет консалтинга, который не имеет никакого отношения к нашей организации. Что касается непосредственно получения финансирования, скажем, от доноров, то я думаю, что здесь вам перечислили, здесь достаточно очень много фондов, и, кстати, эта тема очень актуальна, и я думаю, что источников получения финансирования их очень много. Просто нужно поработать, и я предлагаю вам, Сергей, все-таки связаться с нашими организациями. Вы можете мне написать в личку, я дам вам контакт этих организаций. У нас есть замечательная организация Индиго, у нас есть организация Лабрис, которая имеет очень устойчивые связи с партнерами, с донорами. Я думаю, что они вам помогут в Казахстане. Спасибо большое. Я посмотрела так вопросы у нас. Следующий вопрос. Организация, организм согласен. А как быть, если питаться организму нечем? И что бы организм не делал, получить кусок хлеба не очень. Просто может быть из-за специфичности организма. Опять же, вопрос вообще не в деньгах на самом деле. Вопрос в понимании того, чем хочет заниматься организация. На самом деле люди очень быстро расстаются с деньгами, но они должны понимать, на что деньги эти пойдут. И я просто знаю, что даже эти организации, которые работают в сфере защиты прав продвижения идеи, прав и интересов ЛГБТ-сообщества, они очень много получают денег через краудфандинг. То есть важно, на что вы хотите деньги. И что от вашей деятельности, какое изменение, что мы получим, что поменяется в жизни этих людей. И в этом смысле, мне кажется, что вам нужно немножко поработать с внешними консультантами. Может быть, даже кто-то поможет из коллег для того, чтобы определиться очень четко с видением и направлениями деятельности вашей организации. Можно провести пример относительно целей и интересов. Хорошо. Скажем, цель в уставе, она прописывается, ну, мы очень часто говорим, цель в уставе или миссия. А в чем интерес? Здесь очень важно. Вы даже спросите у себя, в чем интерес? Почему вы работаете в НПО-секторе? Ответов может быть очень много. И я думаю, что это очень хорошая возможность, как результат вот этого конкретного вебинара. Спросите у каждого сотрудника. Просто, ну, даже в виде нужной анонимной анкеты. Почему ты работаешь в НПО? Почему ты конкретно работаешь в этой организации с этой миссией? А в чем у тебя интерес? И так далее. И вы поймете, в чем разница между целями организации и интересами этой организации. Просто очень многие люди приходят в НПО, первое, это как бы неизвестно, получить опыт. То есть, в принципе, ему все равно, что связано с миссией и так далее. Он просто хочет получить опыт. И здесь очень важно руководителю, чтобы из сотрудника, который просто пришел на проект, сделать приверженного миссии организации человека. Если это действительно важно руководителю, если он видит, что он обладает очень хорошими знаниями, компетенции определенные, очень хорошими навыками и так далее. Есть люди, которые приходят просто заработать деньги. И они говорят, я просто прихожу заработать деньги. И вот там его интерес. Вот и все. То есть, оно никак не связано с целями организации. Я думаю, что руководители должны уделять достаточное внимание для того, чтобы понимать, с какой целью приходят в организацию работать. И, исходя из этого, выстраивать взаимоотношения и вообще стиль руководства в этой организации. Поэтому это очень важно. Я думаю, что если вы, засержант, проведете вот такой вот опрос среди ваших сотрудников, вам будет очень интересно, как руководителю. Я посмотрела, вопросы все завершились. Спасибо всем большое. И всем удачи в работе. До свидания. Перкидна, спасибо большое. Я продолжу тему организационного развития сегодня. Как я уже сказала, еще раз представлюсь. Меня зовут Елена Чекрыгина. Я являюсь специалистом по развитию программы развития через региональное сотрудничество. Я сама работаю в управленческом консалтинге с 2004 года. До этого работала в финансовой сфере. Здесь, в ОРГО, я занимаюсь организационным развитием для неправительственных организаций. Сегодня в программе вебинара я хотела бы вам рассказать о том, какие цели преследуют и какие принципы, подходы применяются в программе развития через региональное сотрудничество в работе по организационному развитию. А также, какие этапы входят в процесс работы по ОРГО развитию и на основе каких функциональных сфер ОРГО развития работает программа DRC. Следующий слайд, пожалуйста, можно включить. А также, какие инструменты применяет и какие общие рекомендации по ОРГО дает программа развития через региональное сотрудничество. Также немного хотела бы рассказать в конце вебинара о наших партнерах и участниках программы развития через региональное сотрудничество. Наверное, я выключу видеосвязь, потому что у многих эхо, и включу аудиосвязь. Следующий слайд, пожалуйста. Целью организационного развития является улучшение организационной эффективности и процветание организации через запланированное вмешательство в организационные процессы операции. Иркина уже останавливалась на этой теме. Я хочу просто кратко напомнить, что организационным развитием нельзя заниматься без подготовленности штата организации, без подготовленности руководства организации. То есть это процесс, который нужно планировать. Следующий слайд, пожалуйста. Наши принципы работы по оргразвитию. То есть программа развития через региональное сотрудничество преследует следующий принцип. Это содействие организациям в выполнении их миссий и целей. То есть у каждой организации есть своя миссия, своя цель, но программа по оргразвитию может помочь в уточнении миссии и цели организации. Также внедрение систем на местах. То есть само оргразвитие предусматривает внедрение различных систем. То есть системы по управлению человеческими ресурсами, системы по управлению проектами. То есть все эти системы анализируются и выявляется наиболее эффективный способ их внедрения. Осуществление прозрачной деятельности. То есть эта тема уже давно поднимается в наших государствах Центральной Азии, чтобы все организации работали прозрачно. Создание полезных и практичных систем. Как я уже говорила, что программа оргразвития предусматривает работу над большим количеством систем в различных сферах оргразвития. Я остановлюсь на этом на следующих слайдах. Также содействие в осуществлении реалистичной деятельности – один из принципов. То есть организация должна работать с реальной деятельностью, осуществлять реальные цели. Оказание помощи организациям в достижении международных индивидуальных стандартов. То есть мы не живем в закрытом обществе сейчас. Очень много международных стандартов пришло на наши рынки. У каждой организации, тем не менее, есть свои индивидуальные стандарты. Поэтому желательно стремиться быть современной организацией, развиваться, достигать определенных результатов. Следующий слайд. Мы применяем следующий подход в работе по оргразвитию. То есть мы разрабатываем пошаговую политику и процедуры только после проведения предварительного анализа потребностей организации. То есть процесс работы по оргразвитию у нас следующий. Процесс работы включает несколько этапов. Это четыре этапа основных. Сейчас я вкратце остановлюсь на каждом из них. На первом этапе происходит выбор организаций гражданского общества для участия в программе, а также оценка организационного развития. Цель этого этапа это выбрать организации для участия в оргразвитии и провести качественную оценку и анализ организационного развития организации. Такая работа проводится нами один-два раза в год, поскольку у нас программа рассчитана на три года. И бывает так, что одни организации мы оцениваем в начале года, а в конце года уже берем другие организации. На втором этапе мы занимаемся планированием деятельности по организационному развитию. Это разработка, анализ, обновление планов по оргразвитию. Основная цель этого этапа. Планированием деятельности мы занимаемся три-четыре раза в год, потому что планы по оргразвитию все время пересматриваются, мониторятся и проверяется, насколько они выполняются. Третий этап это обучение и гранты. То есть в течение года наша программа предоставляет консультации, тренинги и гранты по организационному развитию для организации, выбранных для участия в этом компоненте. На четвертом этапе проводится мониторинг и оценка деятельности организации где-то три-четыре раза в год, так же, как и планирование. То есть проводится мониторинг планов по оргразвитию, оценка результатов и воздействия оргразвития. Я хотела бы вкратце остановиться на особенностях каждого из этапов. Например, первый этап – выбор организации гражданского общества для участия в программе. Кратко хочу сказать, что по этому направлению мы работаем так. Сначала объявляется конкурс, то есть организация гражданского общества составляет заявки для участия в программе по оргразвитию. Затем, когда заявки все собраны, объявляется комиссия по отбору организации гражданского общества и выбирает организации для участия в компоненте по оргразвитию. Чтобы быть выбранными организациями для участия в оргразвитии по нашей программе, мы разработали несколько критериев. То есть вот они представлены на этом слайде. Говорила Иркина в начале презентации, что организация должна быть готова к изменениям. Организация должна быть привержена своей миссии. Организация должен быть практический опыт работы с целевой группой по поддержке и представлению ее интересов. Количество постоянных сотрудников в организации должно быть не менее трех человек. И в организации должны быть разработаны организационные финансовые политики и процедуры. То есть вот был вопрос, может ли новое НПО участвовать в оценке оргразвития. Конечно может, но у нее хотя бы должны быть хоть какие-то примерные политики и процедуры разработаны, которые можно будет оценивать. И период активной деятельности организации не менее одного года должен быть по нашей программе опять же. То есть разные оценщики используют разные сроки. То есть кто-то может, в принципе, начинающая НПО тоже может пригласить по желанию специалиста по оргразвитию, чтобы он с самого начала помог ей разработать какие-либо политики и процедуры, необходимые на начальном этапе деятельности. Следующий слайд. Следующий слайд касается первого и второго этапа процесса работы по оргразвитию. То есть это оценка и планирование деятельности. И оценку, и планированная деятельность и неправительность организации мы ведем согласно следующим функциональным сферам оргразвития. В программе DRC, то есть это программе развития через региональное сотрудничество, мы работаем в следующих шести сферах по оргразвитию. Это лидерство и стратегическое управление, финансовая устойчивость, связи с общественностью и коммуникацией, развитие управления, оценка качества программы услуг, человеческие материальные ресурсы, бухучет и финансовое управление. То есть в каждой из сфер мы можем задать определенные вопросы, чтобы лучше понять, что значит та или иная сфера. Вкратце я остановлюсь на каждой из них. Сфера лидерства и стратегического управления отвечает на следующие вопросы. Кто мы и кем мы хотим быть? То есть здесь организация определяет свою миссию, свою стратегию, обязанности персонала, руководства, партнерства и так далее. Развитие управления, оценка качества программы услуг. В этой сфере организация определяет, чем мы занимаемся и как мы узнаем, что мы делаем это хорошо. То есть здесь идет разработка программ, оценка программ, оценка качества осуществляемых услуг. Третья сфера бухгалтерский учет и финансовое управление отвечает на вопрос, как мы ведем учет денежного потока. То есть каким образом мы управляем своими финансами. Финансовая устойчивость четвертая сфера. То есть каким образом мы будем платить за это. То есть каким образом организация осуществляет свои программы по фандрайзингу. Пятая сфера связи с общественностью и коммуникацией. Как мы информируем внешнее окружение о нашей деятельности. Шестая сфера человеческие и материальные ресурсы. Уверены ли мы в том, что в организации работают нужные люди, которые имеют достаточно ресурсов для ведения деятельности. То есть по каждой из этих сфер и ведется оценка деятельности. Следующие шесть слайдов составлены одинаково. То есть каждый из этих слайдов включает так называемый проверочный список. Например, по направлению лидерство стратегическое управление, которое связано с разработкой стратегических планов организации, выявлением приоритетов в достижении миссии организации, установлением четких ролей и обязанностей, относящихся к организационным целям. Здесь проверочный список состоит из 12 пунктов. Все эти пункты оцениваются нашими оценщиками. У нас оценку ведут отдельные независимые эксперты. Многим организациям по этой сфере открыли для себя тот момент, что они являются членскими организациями и в принципе могут работать в этом направлении, собирать членские взносы. Или, например, организации стали больше заниматься развитием партнерства, когда оценщики пришли и оценили, сказали, что нужно больше работать в этом направлении. И имея уже эту рекомендацию, организации стали более активно в этой сфере работать. Следующая сфера – это развитие управления и оценка качества программ услуг. Сфера подразумевает деятельность по управлению программами или деятельность по укреплению потенциала организации. В данном направлении наши оценщики оценивают четыре направления. Здесь оценивается система управления программой, наличие руководства по мониторингу и оценке, систему управления информацией, а также план управления знаниями и интеллектуальной собственностью. Очень важно для многих организаций по этому направлению оказалась разработка руководства по мониторингу и оценке. Многие организации были заинтересованы в том, чтобы вести постоянный мониторинг своей деятельности, оценивать деятельность и потом уже на основании этого составлять новые цели, новые планы. Следующая сфера оргразвития – это бухучет финансового управления. Это функциональная сфера организационного развития, которая позволяет организации управлять, использовать, анализировать свои финансовые ресурсы, документацию, свой потенциал. Все, наверное, очень хорошо знают, что такое бухгалтерский учет. Он связан с деньгами, с учетом денег. Здесь проверочный список состоит из 11 пунктов, включающих различные документы по бухгалтерскому учету, по финансовому управлению, разработка различных шаблонов, отчетности для доноров, какие-то общие формы инструкции. То есть каждый из этих пунктов, смотря что, какой организации нужно. То есть не все на самом деле пункты всем нужны, поэтому в основном оценщики оценивают те направления, которые организация считает нужным, что ей нужно оценивать это. Следующее направление – это финансовая устойчивость, одна из важных сфер, в принципе, как и все шесть сфер. Эта функциональная сфера организационного развития связана с тем, что организации активно готовятся к своему финансовому будущему, планируют наравне со стратегическим планом, составляя долгосрочный финансовый план развития. Организации планируют доступ к инструментам, методологии и технической поддержке по привлечению финансовых ресурсов. Организации деферсифицируют источники финансирования своей деятельности, подают заявки различным донорам. А также организации готовят солидную финансовую базу для привлечения грантовых средств с наибольшей отдачей. Здесь оценщики по оргразвитию оценивают 7 пунктов. Здесь включающих различные планы по финансовой устойчивости, пособия по разработке проектных предложений для доноров, систему по членским взносам, политики по оплатным услугам, а также план финансовой устойчивости. Следующая сфера оргразвития – это связи с общественностью и коммуникацией. Очень важная также сфера, которая показывает, насколько организация активна в обществе, насколько она рассказывает о себе, о своей деятельности через различные средства массовой информации, как она готова к этому процессу, к обмену информацией. Здесь оценивается 5 пунктов. То есть у организации должны быть разработаны протоколы по внешним коммуникациям. Эта организация, которая хочет быть наиболее активной, у нее должна быть стратегия по связям с общественностью. Также должны быть разработаны инструменты коммуникации. И также организация должна разрабатывать планы по связям с общественностью. Следующая сфера оргразвития – это человеческие материальные ресурсы. Которые являются основой для оргразвития, потому что без человеческих материальных ресурсов никакая деятельность в организации не будет осуществлена. Поэтому организация должна эффективно управлять своими человеческими ресурсами, привлекать наиболее эффективные кадры, удерживать их, развивать. Здесь проверочный список состоит из 13 пунктов. То есть в организации оценивается наличие таких документов, как руководство пособия для персонала, офисные политики процедуры, должностные инструкции, политика по работе с консультантами и так далее. Сегодня мы вкратце останавливаемся на всех этих сферах, потому что мы планируем блок лекций по оргразвитию. И каждая из этих сфер будет рассмотрена более подробно в наших следующих вебинарах. Поэтому сегодня кратко. Но если есть вопросы, то вы все равно можете задавать. На третьем этапе по оргразвитию наша программа предоставляет обучение, тренинги, семинары, гранты для организаций, выбранных для участия в нашем компоненте по оргразвитию. То есть, чтобы получить эти услуги, нужно пройти процесс отбора. С 2012 года наша организация предоставила услуги по организационному развитию более 60 организациям. Следующий слайд загружается. Четвертый этап. Также очень интересный этап, когда после уже внедрения многих политик и процедур, организация начинает процесс мониторинга оценки оргразвития. Здесь на этом слайде представлены примеры критериев оценки. То есть, мы, как организация, работающая в этой сфере, в сфере оргразвития, у нас нет цели проверить наличие того или иного документа. Этим занимаются обычно оценщики на начальном этапе. Нашей целью является выполнение тех или иных политик и процедур. Например, если организация разработала стратегический план, то нам будет интересно, насколько организация выполнила цели и достигла результата по этому стратегическому плану. Если организация разработала план финансовой устойчивости, то нам будет интересно уже мониторить и оценивать, каким образом организация ведет фандрайзинговую свою политику, и каким образом и насколько увеличились ли источники финансирования деятельности организации. Если организация внедрила руководство по мониторингу и оценке, то мы будем уже мониторить улучшение результатов деятельности и ее воздействие, разработку и внедрение изменений. То есть мы будем оценивать, какие изменения произошли в организации. Если организация изменила орг структуру, то мы уже будем смотреть, каким образом произошло внутри компании распределение обязанностей, произошла оптимизация внутренних процессов за счет того, что сотрудники получили более четкие инструкции. Также, например, если организация разработала пиар-материалы для распространения, то здесь мы будем уже оценивать продвижение деятельности организации и завоевание доверия. То есть насколько эта организация с помощью своих техник по связям с общественностью добилась признания на рынке, в государстве, в той или иной области, регионе. Следующий слайд. Я хотела буквально кратко остановиться на инструментах оргразвития, которые мы применяем в программе «Развитие через региональное сотрудничество». В нашей программе мы используем три инструмента основных. Это шкала оценок организационного развития, отчет по оценке организационного развития, план действий по организационному развитию. Все эти три инструмента составляются нашими оценщиками по оргразвитию на начальном этапе. Но тем не менее мы используем отчет по оценке оргразвития, план действий по оргразвитию. Мы используем в течение всего процесса работы с организацией, потому что мы постоянно мониторим, проверяем планы выполнения. Вкратце остановлюсь на каждом из этих инструментов. На следующих слайдах представлен вид этих инструментов. Они вообще все в Excel. Шкала оценок оргразвития, которая используется оценщиками, представлена на этом слайде. Цель этого инструмента в том, чтобы выставить и почитать средние баллы по шести функциональным сферам. Что такое средние баллы? У нас бальная система, четырехбальная система вообще. Выставляются баллы от одного до четырех. То есть каждый из этих баллов имеет свою функциональную нагрузку. То есть один самый маленький балл, который оценивает, если у организации хоть что-то есть, просто наличие каких-либо политик-процедур. Два требует значительной доработки, три минимальной доработки, четыре организации и все есть. Следующий инструмент оргразвития – это отчет по оценке оргразвития. Цель этого отчета – дать обзор организации, указать, какая методология оценки использовалась, сделать общие выводы по оценке, резюме по выставленным баллам. А также примечание рекомендации по дальнейшим действиям по шести сферам организационного развития. Вы видите, что они здесь вначале перечислены. Следующий инструмент – это план действий по организационному развитию. Цель этого инструмента – чтобы составить календарный план действий по оргразвитию с определением ответственных сотрудников. То есть каждому заданию из шести функциональных сфер присваивается ответственное лицо, ставится срок, а потом составляется отчет по выполнению плана. Кстати, вот на этом слайде представлен уже отчет. Здесь подсчитывается в Excel все. Вкратце по инструментам оргразвития – это все. Я бы хотела рассказать об общих рекомендациях по оргразвитию. То есть хотела бы сказать, что процесс оргразвития может осуществить любая организация. Но каждая организация индивидуальна, уникальна, имеет различные конкретные организационные цели и потребности. То есть в нашей программе подход индивидуален к каждой организации. Также потому, что каждая организация работает в различных сферах, имеет разные целевые группы, поэтому подход индивидуален. От организации не требуется и даже не ожидается разрабатывать систему политик или процедуры, содержащиеся в данной презентации. Их слишком много, и организация, особенно новая организация, которая существует год-два, не в состоянии разработать сразу все политики и процедуры, да они не нужны на начальном этапе. Каждая организация выбирает наиболее приемлемый на данном этапе развитие политики и процедуры. Также для того, чтобы разработать институциональный подход к организационному развитию, необходимо время. То есть у организации должно быть выделено время, чтобы обдумать политику, время на разработку подходов, время для достижения консенсуса, время на обучение, время, чтобы получить необходимые разрешения. То есть и вообще должно быть время для того, чтобы заниматься организационным развитием. Должны быть назначены сотрудники, которые занимаются тем или иным вопросом. Вот когда составляется план по организационному развитию, каждому сотруднику дается определенное задание. Этот сотрудник должен часть своего времени посвятить выполнению того или иного задания. Также организации следует провести тщательную приоритизацию организационных нужд, то есть чтобы определиться, какие ресурсы необходимые имеются у организации, такие как время, персонал и деньги. То есть общая рекомендация по оргразвитию вот такие. То есть прежде чем приступать к оргразвитию, организация должна быть к этому готова со всех сторон, начиная с руководства организации. В следующем слайде представлена информация кратко о партнерах и участниках нашей программы по организационному развитию за последние три года. То есть нашими основными партнерами являются ФИДАКОР в Таджикистане, в Казахстане поддержки инициативы, в Кыргызстане ассоциация центров поддержки гражданского общества. Всего у нас сейчас в программе участвуют по Таджикистану 29 организаций, в Казахстане 27 организаций, в Кыргызстане 6 организаций. В принципе у меня все по слайдам. Если есть, можете сейчас задавать, пока у нас еще есть время, пока мы включены. Есть вот вопрос коротенький. Баллы имеют одинаковый вес. Как я уже сказала, у нас 4-х бальная система по оценке оргразвития. Баллы имеют разный вес. Выставляется балл от 1 до 4. Первая единица присваивается тем организациям, у которых хотя бы есть в наличии какие-либо политики процедуры. Двойка присваивается тем организациям, у которых есть политики процедуры, и которые требуют максимальной доработки, то есть или переработки, или вообще разработки. Тройка присваивается тем организациям, документы которые по развитию требуют минимальной доработки. И 4 балла присваивается, если у организации разработана все. Четверка у нас редко бывает. В основном организациям требуется разрабатывать большое количество политик-процедур. Так, Анар Артезабаева спрашивает по финансам от 1 до 4, управление от 1 до 4. Ну да, по всем сферам, по каждой из сфер от 1 до 4 выставляются баллы. ОР для организации, тут Алена Сахненко спрашивает. Это оргразвительная организация, возобновившая свою деятельность. Конечно, это для любой организации интересно. Тем более организация, если она возобновила свою деятельность, у нее наверняка был какой-то опыт работы, который можно продолжать, или наоборот обновить, изменить этот опыт, пройти оценку оргразвития. Я хочу всех поблагодарить. Сейчас Алия, наверное, включится еще раз попрощаться со всеми. Спасибо всем большое. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok